Каждый раз, смотря в небо, мы с надеждой верим, что не одиноки в этом огромном мире. А что, если гости из других миров давно осваивают нашу планету? Сегодня мы проверим эту гипотезу и отправимся в самое загадочное место Урала – Малёбскую аномальную зону, так называемый Эмский треугольник, расположенный на границе Свердловской области и Пермского края. Спонсор программы – сеть магазинов «Автобюро». В наличии более 30 тысяч наименований автозапчастей. Удобное расположение, работа без перерыва и выходных с 8 утра до 9 вечера. Путешествовать легко нам всегда с Автобюро. Добраться до Малёбки можно несколькими путями. А так как сегодня мы путешествуем на УАЗике в компании настоящего уфолога Алексея Королёва, то выбираем короткий путь через Шалю и Шамары. Только имейте в виду, асфальт на границе Свердловской области заканчивается, более 20 километров ям и ухабов, и вот мы на огромном поле, в конце которого виднеется цель нашей экспедиции – деревня Малёбка. Поселение расположилось на живописных холмах. Некоторые дома заброшены, а какие-то и вовсе превратились в руины. История деревни началась именно с этого места – Смалёбного камня. По легенде, сюда приходил древний уральский народ Чуть, где он просил об исполнении желаемого. И оно непременно сбывалось. Кстати, отсюда же и название местной речки – Малёбка, которая именно в этом месте впадает в Силву. Как заверяют археологи, первобытные люди селились здесь 20 тысяч лет назад. Об этом говорят найденные городища и места стоянок. На вершине холма установлен памятник другому временному периоду в истории деревни. В 18 веке Демидовы на берегу речки Малёбной нашли залежи железных руд и построили завод. Однако развитие промышленных технологий и строительство железнодорожных путей в обход этих мест привели завод к банкротству. В память о гранозаводском прошлом здесь был установлен памятник «Малёбский гвоздь». Когда в конце 80-х СМИ затрубили об НЛО, то и дело возникающих в небе над Малёбкой, деревня получила второе рождение. Правда, аномальная зона располагается чуть дальше, на противоположном берегу Сылвы. И вот она, первая аномалия. Над Эмским треугольником зависла радуга. При том, что ни туч, ни дождя. Отправляемся в захватывающее путешествие. Оставляем автомобиль. Дальше только пешком. С собой большие рюкзаки с провиантом, палатками и запасной одеждой. Уверенной походкой направляемся на окраину деревни, прямиком к реке, которую мы пересекаем с помощью настоящего паромщика. Ну вот и всё. Мы в аномальной зоне. И кажется, обратно пути уже нет. С первых минут мы понимаем, что путь предстоит не из лёгких. Дорога тут и там петляет вокруг луж. Под ногами глина и очень скользко. Но нужно преодолеть 6 километров. Примерно через час пути первая пугающая находка. Прямо у дороги, насаженный на ветку череп, предположительно зайца. Наш гид Алексей говорит, что в этих краях обитает большое количество диких животных, среди которых и много хищников. Тем временем начинает темнеть, и путь приходится продолжать сначала в сумерках, а затем уже и в кромешной тьме. И тут уже не понимаешь, чего бояться больше – то ли пришельцев, то ли диких зверей. На берегу Сылвы, которая огибает Эмский треугольник, встаем на ночлег, чтобы встретить новый день, полный приключений. И пока мы ставили палатки и готовили ужин, над Сылвой поплыл загадочный туман, как будто скрывая ответы на загадки этих мест. Удивительное и чарующее зрелище. Прекрасное утро, солнечное и теплое. Идеальные условия для того, чтобы исследовать территорию Малебской аномальной зоны, о которой существует так много таинственных рассказов. Эмский треугольник – это около 70 квадратных километров труднопроходимой тайги. В этой зоне существует несколько главных точек, в которых чаще всего и творится что-то необъяснимое. По лесному бездорожью отходим от лагеря буквально на несколько сот метров. И вот перед нами причудливое дерево с улыбающимся лицом. В том направлении, вот сквозь листву густых деревьев, видели свечение. Прямо вот тут, ну, 10 человек тут реально находилось, все были свидетельствами. А еще говорят, что в Малебской аномальной зоне можно увидеть неопознанные летательные аппараты, светящиеся шары, огненных жаб, выскакивающих из костра, громадные черные фигуры каких-то существ гуманоидного типа, а также другие непонятные тела, которые явно демонстрируют разумное поведение. Мы с нетерпением ждем любого проявления необычного, для того, чтобы захватить это в объектив наших камер, которые всегда на готове. Знаменитое в зоне место, так называемые теплые березы, вот это несколько штук, они своеобразны тем, что здесь люди очень часто ощущают реально тепло, это как и само прикосновение к ним, и примерно вот такая зона, где-то метр вокруг них. Здесь же висит реально такая доска первооткрывателю этой зоны, Эмилию Федоровичу Бочурину. Сильный дождь заставляет вернуться в лагерь, а пока мы не отыскали ответ на главный вопрос, приготовила ли Малебская зона для нас какие-то удивительные открытия. Вечером решаем отправиться в еще одно удивительное и очень красивое место Эмского треугольника, на Змеиную горку. Навигатор определил путь в 4,5 километра по прямой. Пересекаем большое урочище на берегу Силвы, это поляна ужасов, в конце которой заболоченный ручей, а дальше крутой подъем и густые чищобы. В этих труднопроходимых краях, не особо популярных среди туристов, скрывается еще одна аномалия. Примерно в 90-м году была информация о том, что здесь произошло либо падение, либо пролет какого-то НЛО-образного тела. И вот прошло практически 30 лет, мы видим, что вывал-то на самом деле продолжает сохранять и форму, очень мало зарос, что в общем наводит на определенные мысли и подозрения. Место очень непростое, то есть немало людей в те годы сюда остерегались, ходить по каким-то своим причинам. Сейчас вообще сюда никто не ходит. То есть мы видим, что практически тут сейчас нетронутый лес. На самом деле я не считаю, что тут могло какое-то ураганное явление произойти. Возможно, вот какой-то как раз пролет какого-то объекта, который здесь мог быть. Верхушки деревьев обломаны так, что можно проследить даже угол движения тела, сломавшего эти деревья. Примерно 45 градусов по направлению к земле. Однако никакой воронки или ямы от падения нет, как будто нечто влетело в лес, но успело затормозить до столкновения, после чего бесследно исчезло. Пройдя еще несколько сотен метров, оказываемся снова на берегу Сылвы. Над рекой в это время поплыл туман, завораживающий и пугающий одновременно. Дальше дорога превращается в темный лесной тоннель, который приводит нас прямиком к Змеиной горке. Знаменит она тем, что, во-первых, здесь очень красивый видоск открывается с ним на реку, особенно во время заката. Ну и, конечно же, здесь очень хороший обзор для иного наблюдений, один из лучших в зоне. Поэтому, конечно, здесь в ясную погоду этого места цены просто нет. Некоторые исследователи рассказывают о странном портале в другие миры, расположенном неподалеку под кодовым названием «Калитка». В зоне вот есть как преномены, которые подтверждаются из самых разных источников, они связаны друг с другом, независимых. И есть какие-то выдумки, которые вообще вот трудно чем-либо подтвердить, там ни логикой, ни многочисленными сообщениями. Вот как раз «Калитка», якобы некий портал, который здесь якобы существует, мне кажется, это один из тех уже чистых выдумок, которые, собственно, ну не иначе как фантазии. Может быть, все, что когда-либо творилось здесь, не иначе как разбушевавшиеся фантазии посетителей этих лесов? Либо результат определенных метеоявлений? В общем, оправданий найти много, а вот поверить в пришельцев невероятно сложно. Зато очень легко поверить в диких животных и вероятность заблудиться в ночном лесу. На часах уже 11. А это значит, что совсем скоро все погрузится в мрак. Пора возвращаться в лагерь. В кромешной темноте наши передвижения сильно замедляются. Нужно идти осторожней. Под ногами то ямы, то поваленные деревья. Периодически оглядываемся назад, чтобы нас ничто или никто не могло настичь незамеченным. Впереди тьма, позади тьма. На малепку легла ночь. Через несколько сотен метров мы почувствовали, как земля из-под ног стала уходить все ниже. Это крутой склон, который мы преодолели буквально несколько часов назад. И уже через несколько мгновений мы очутились в нашем лагере. И пусть не стали свидетелями каких-то явных аномалий, зато живы и здоровы. И никого не похитили пришельцы. Весь следующий день шел проливной дождь. Собрались на скорую руку и отправились в обратный путь. Добежали до переправы буквально за два часа. Покидая деревню, мы в последний раз увидели инопланетное. Нас провожал малепский пришелец, гигантская фигура которого расположилась у выезда из селения. Что ж, самое время посчитать все наши расходы. Добирались до малепки на довольно прожорливом уазике в пятером. Весь путь составил 400 километров. Облатили переправу через реку, питание брали с собой, ночевали в палатках. Итого 1564 рубля за трехдневное путешествие в аномальную малепку. Согласитесь, вы, как и мы, надеялись в этой программе увидеть НЛО, но, увы, малепка не подарила нам такой возможности. Хотя на снимках, сделанных нами в эмской аномальной зоне, вы только дома смогли увидеть нечто. На одном кадре три загадочных шарообразных объекта. Кто-то скажет пылинки, погрешности съемки. Мы же оставляем шанс внеземному. И верим, кто-то нас все-таки сопровождал в этой поездке. Кому дома не сидится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова